Вот и сказка закончилась Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее С вами я, Фауст, вы на канале Friday School И сегодня мы с вами заканчиваем тему Короля и Шута Потому что сериал уже закончился Но прежде чем мы перейдем к этой теме Мы просим вас, как всегда, пройти по всем ссылочкам в описании Подписаться на наш паблик ВКонтакте Подписаться на канал, поставить лайк этому видео Рассказать об этом видео друзьям И не забыть ткнуть в колокольчик А еще пройти на Донатишн Пэй И немножко задонатить нам на Роллтон Кушать хочется все-таки Как и было сказано вначале, сказка закончилась И для начала давайте разберемся с вами Как надо было сериал все-таки смотреть Тысячи миллионов, триллионов раз уже было сказано Как смотреть сериал и что он из себя представляет Но есть люди, которые не хотят слышать адекватные доводы мысли по этому поводу А это плохо Вот вам мой сто пятьсот лайфхаков, как начать воспринимать художественное за художественное И поднять оценки в школе Первый лайфхак Каждую серию мы видим это Панк-сказка по мотивам группы Короля Шут Звучит тупо, но что это означает по мотивам? А это означает, что все произведения не ставят себе цели скопировать события В нашем случае жизни группы точь-в-точь Оно будет преподносить материал, который раскрывает действующие лица Делая их приближенными к действительности внутренней, как персонажей А не как реальных живых личностей Опять же, как в нашем случае Второй лайфхак Князь на одном из интервью сказал, что сериал будет показывать события, которые были с группой Либо которые могли бы быть То есть, осознайте, челик, который во всем этом варился Буквально лично одобрил несовпадение с реальной биографией Поскольку это помогает продвижению главных героев как персонажей художественного произведения Вау! Третий лайфхак Алексей на минуточку, младший брат Горшка, по жизни вокалист Кукра Никсов Лично в интервью прямым текстом заявил, что можно быть не совсем согласным Но стоит понимать, что язык кино имеет право какие-то вещи не делать схожими с реальностью Поскольку это невозможно Иначе выйдет не сериал, а документалка, например Нет, вы не подумайте Своеволие в кино и сериалах это тонкая грань, когда произведение имеет основание Особенно, когда говорят о реальных личностях Тут важно не нарушать грани образа, который воплощается на экране К примеру, в фильме Т-34 Немчура реально пусечки-няшечки Но были ли они такими во времена Великой Отечественной войны? Я думаю, вам ответит 2,5 миллиона человек, что как-то не очень В то время Горшок сериальный имеет все качества, которые имел при жизни, по словам друзей Это и страсть к музыке, экспериментам, интерес к панк-культуре, адекватные идеи анархии, поведение, манера речи и, к сожалению, зависимость И, собственно, давайте перейдем непосредственно к обсуждению сериала в целом Как я и обещал, то есть вот этот ролик выходит тогда, когда сериал закончен Ну, да Что касаемо самого сериала, мы с вами наблюдали жизненный путь И как и творческий, так и карьерный группы Король и Шут Ну, не целиком, правда В основном фигурировал персонаж Михаила Гошенева Я его называю персонаж, потому что, ну, все-таки есть отличия от оригинала Какие-никакие И остальные участники группы остались где-то позади Ну, за исключением некоторых и в некоторых местах, скажем так То есть Князь была посвящена серии, но эта серия довольно-таки получилась, ну, какой-то несколько абсурдной Да, ну, понятен посыл, который в этой серии должен был быть То есть, что князь не должен вести себя как Горшок То есть, как лютый такой панк, бунтарь и все это прочее У князя есть свой образ, он должен его придерживаться И, в принципе, мысль как бы грамотная Но есть в этой серии кое-какие но Особенно момент, где Горшок в КС играл с женщинами на раздевание Я не знаю, зачем надо было показывать эту сцену, чтобы что показать Очень такая странная сцена, непонятно, зачем она нужна была, в принципе Ну, хотел ли показать, как Горшок любил задротить Ну, типа, с учетом того, что у него Ольга по сюжету появилась Зачем показывать голых женщин? Точнее, полуголых женщин Ну, это загадка Ну, есть странный тоже мув с закольцеванием То есть, что шутом вот этим вот белочкой оказался колдун из фэнтезийного мира Такой, блин, странный мув, про который потом, конечно же, мы забудем Но в целом сериал под конец уже умудряется как-то акклиматься и вернуть нас Именно в то, что мы изначально и хотели посмотреть То есть, мы увидели и конфликт князя с Горшком по поводу Тодда И, как бы, мы увидели интересную, красивую историю дружбы, так сказать И увидели своеобразный такой интересный, красивый финал Которым тоже некоторые люди почему-то остались недовольны Ну, почему остались недовольны В основном претензии идут к финалу в том, что финал какой-то дюжа добрый Ну, типа, а что вам надо было показывать, как человек в вагонии, там, убивается в передозе Не, на самом деле все довольно-таки красиво и точка своеобразная во всем повествовании есть Весь сериал, когда Горшку предъявляли за употребление запрещенных средств Обратите внимание, что всегда он такой говорил, типа Да я не нарк, блин, я не наркоман, я что, вот из этих вот Да, чувак, ты из этих И, как бы, мы видим то, что он сам себе противоречил в этот момент Он боролся, да, с этим, но при этом он, ну, на людях он противоречил И в конце, в конце вот это вот принять, вот эта вот сцена, где он белочку свою даже, так сказать, на своем горбу тащит Подышать свежим воздухом И этой сценой, как бы, он показывает, что он принял все последствия своего образа жизни, к которому он пришел Что касаемо фэнтезийной части Плюс за Камео Князя В остальном, ну, фэнтезийная история тоже полностью закончена То есть она имеется у логических конец и даже поговаривают, ну, на таком, на слое слухов, так сказать Говорят, что будет, типа, продолжение Короля Ишут, но только вот в виде вот этой вот вселенной Короля Ишута То есть будут продолжать, ну, соль, песни Киша, делать по ним сериал Но это, скорее всего, враги, ну, а может и нет А может сами загуглить Ну, в целом, тоже герои получают своих женщин Все по классике жанра Хозяйка старинных часов просит, чтобы написали про нее песню Как она переспала с мужиком А тот часы включил, и она умерла В общем, все здорово Что касаемо моего мнения Сам по себе сериал, ну, хорош Достаточно хороший, достаточно неплох Даже с учетом того, что он русский Ну, на самом деле, это мало ролей играло бы Если бы он даже американский был Сериал поставлен очень здорово Сцены прекрасные Фэнтезийная часть, ну, просто шикарная Местами дешево, но местами там вообще Пасть просто вот так вот падает И ты в восторге В восторге троекратно Вот, понравилось то, как показали атмосферу Вот этих вот лихих лет Когда были нормальные рок-концерты Когда вы даже охренеете на эти рок-концерты На безызвестные группы приходили люди Это вообще сказка какая-то и небылица Актеры, актеры сыграли шикарно То есть, и стоит и Константина отметить Который Горшка играл Стоит и Шута отметить Хоть я на него и бугуртил Ну, бугуртил, я в первой серии Я уже не раз объяснял за что Так, и на Влада Кноплева тоже молодец Хорошо князь сыграл Ну, как бы, князь сам утвердил его на эту роль Я, как будто, попал в свою детскую мечту То есть, я, когда слушал песни Киша Как и любой, наверное, фанат Как и любой слушатель Мы это все ярко представляли Все эти образы, все эти сказки И тут на тебе Мало того, что тебе есть целый сериал по группе Так еще у тебя есть целая визуализация некоторых песен Не жирно ли? Да нет, не жирно Ну, довольно-таки круто И хочется также отметить то, что Сериал, ну, конечно же, не все довольны И я не говорю сейчас про некоторых фанатов Я говорю сейчас про непосредственно Ольгу Горшеневу Про Сударь Балу И про прочих, кто вообще там говорит Мы ожидали другого На самом деле Претензия В основном у всех претензия какая То, что Либо их Ну, в большинстве своем все ссылается к Михаилу Горшку самому Все показано не так И Типа Давайте отработаем вот этот вот момент Вот этот вот Давайте отработаем вот эту вот претензию Знаете, вот Даже вот Ольга Горшенева Если однажды увидит это видео Хотелось бы ей сказать Мое мнение о Михаиле не поменялось вовсе Я просмотрел сериал от и до Я слушал Короля и Шута года Ну, когда я в больницу попал С грыжей в 2000 С 2002, так, в 2003 Вот как раз до дыр затирал Альбом «Жаль нет ружья» в этот момент И Горшок для меня всегда оставался таким гением С дебильной кличкой, правда Но своеобразным гением Он представлялся мне как катализатор вот этого творчества То есть он все как бы вокруг себя вот это вот все объединял В общем, я настолько уважаю Горшка Что как бы после просмотра сериала У меня образ оригинала Он не поменялся Я все еще уважаю этого человека Я все еще благодарен и ему И как бы Андрею Князеву За счастливое свое, так сказать, детство За эти кассеты За вот эту вот За какую-то ламповость даже И просто вот этот сериал Он освежил вот это все в памяти И он передал ту атмосферу за это И хочется создать, вам сказать Такое огромное спасибо А на этой ноте у нас, собственно, все Пишите в комментариях, кстати, как вам сериал Что вам понравилось, что не понравилось Давайте это немножечко обсудим Потому что у разных людей разные мнения Мое оно как бы не главное И напоминаем вам, что у нас все еще ведется запись на занятия Куда вы можете записаться, чтобы позаниматься И особенно, чтобы попить Можно даже в стиле, ну, того же самого Горшка И для того же самого князя Почему-то, собственно говоря, нет Всего вам доброго До новых встреч Всем хой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok